Я живу в Казахстане и в прошлом 2020 году во время пандемии я задумался о сохранении своего капитала и возможности его приумножения. После изучения данного вопроса я пришел к выводу, что это возможно благодаря долгосрочным инвестированию на фондовом рынке. Я инвестирую уже второй год и стараюсь не только сохранить, но и приумножить свой капитал, а также в будущем обеспечить себе достойную старность благодаря пассивному доходу, который я создаю сейчас. Еще важно знать, что прибыль, полученная с роста стоимости бумаг, не облагается налогом, но только с тех, которые входят в официальный список биржи кассе и на своем канале я расскажу вам об этом. А я приветствую вас на канале про инвестиции, с вами сегодня Роман. Итак, прошла очередная неделя и пора подводить итоги по моему инвестиционному портфелю. О том, как изменилась стоимость моего портфеля, приходят ли мне дивиденды, какие покупки были у меня за прошлую неделю и мои цели, которые я себе ставлю. Немного также поговорим про акции Газпрома. И если вам нравится данное видео, вы можете стать инвестором данного канала. Всего-то нужно поставить лайк этому видео и подписаться, а еще не забудьте нажать на колокольчик, так вы не пропустите все новые видео. Именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. Спасибо всем за поддержку. Ну, а мы начинаем. Как я и говорил, живу в Казахстане. Инвестирую я через брокера Freedom24. Это мой основной брокерский счет, то есть он уже почти преодолел отметку в 1 миллион 400 тысяч на данный момент. На этой неделе был очень бешеный рост по портфелю. Доходность составила, как вы могли заметить, уже более 40 тысяч за неделю. То есть практически все компании, которые в данный момент входят в мой портфель, они на этой неделе показали плюс. То есть опять рост на рынке продолжился. Ну и сейчас мы с вами более подробно как раз таки разберем о том, какие бумаги выросли, как изменилась структура и доля в портфеле. Сейчас у меня уже 15 компаний различных. Это акции, есть один фонд и ETF, а также есть облигации. Но так как Freedom24 это больше как интернет-магазин, то здесь мы посмотрим только акции, то есть акции, которые входят в мой портфель. То есть ETF и облигации мы посмотрим уже через приложение TraderNet. Обо всем более подробно сейчас разберем. Также поговорим про акции Газпрому. Очень важно. Хотел с вами поделиться какими наблюдениями. То есть первая стоимость общая моего портфеля выросла на 40 тысяч за неделю. То есть здесь так как не отображаются полностью все бумаги, которые есть в портфеле, поэтому здесь стоимость актива составляет где-то 1 250 000. Также прибыль убыток плюс 40 тысяч. Количество ценных бумаг сейчас пока без изменений. Так как покупок я сейчас не совершаю. Я уже неоднократно говорил почему я это делал. В принципе повторяться не буду. В прошлых видео вы возможно уже видели. Если нет, можете посмотреть. Я уже говорил. Там несколько раз видео как почему я сократил покупки, причины и так далее. То есть общая доходность выросла. Плюс 2,5% составляет. Свободные средства пока без изменений. По компаниям, которые входят в мой портфель, то первые три компании это разумеется нефтегаз. То есть самые крупные, можно сказать, компании, которые можно покупать именно на Freedom24. Также сразу посмотрим стоимость. То есть нефть опять продолжила рост. Уже к 84 долларам подбирается. Газ тоже подрос немного. Но в целом как бы нефтегазовый сектор сейчас чувствует себя довольно таки хорошо. Можно сказать. Поэтому на фоне этого Кастренцова прибавляет 1,5%. Акция немного перешла к росту. Как видите, стоимость была где-то 1080-1085. Сейчас уже 1094 почти стоит. Я все равно буду набирать эту компанию свой портфель под будущие дивиденды, которые будут летом. По Газпрому. Так, у нас Газпром получается прибавил опять 20% доходности по портфелю. По-прежнему пока 60 акций у меня в портфеле. Я эту позицию не набираю. Потому что у меня в принципе нефтегазовый сектор и так представлен тремя компаниями. Соответственно, мне как бы не имеет смысла сейчас набирать Газпром по такой цене в данном моменте. Сейчас, чуть позже мы с вами как раз таки разберем, какие наблюдения я сделал по Газпрому. И как бы, ну, стоит ли сейчас как бы инвестировать. Хотя у меня уже есть видео, почему взлетели акции Газпрома. Но сейчас еще раз немного разберем. Далее, ExxonMobil у нас прибавляет 4%. Ну, все это в принципе как раз таки связано с тем, что цены на сырье растут. Соответственно, растут и стоимость акций компании. Если нефть начнет дешеветь, газ начнет дешеветь, соответственно, это также отразится на стоимости акций. По Ростелекому у нас прибавляет 3%. Акция резко выросла. Почти уже к 600 тенге поднимается. Ну, в принципе, довольно-таки хорошая все равно компания. Я также держу. По большей части я покупаю под дивиденды. Пока 140 бумаг. Пока что не наращивал. Ну, так как покупки я, в принципе, сейчас не совершаю. Intel у нас, так, получается, теряет 0,2%. Ну, в принципе, не критично. Все равно акция по-прежнему на такой же стоимости находится. Акция, конечно, хорошая, стабильная компания, крупная. То есть, у нее есть большие перспективы и возможности, если они будут реализовывать все свои, так сказать, стратегии, которые они представили в этом году. Но, в целом, сейчас, как раз-таки, проблема в том, что не хватает некоторых элементов. Плюс они откладывают выход новых, там, этих, процессоров, то есть, видеокарт и так далее. Но, все равно, ладно. Я держу ее. Дивиденды она выплачивает хорошие, стабильные. На выплату дивидендов идет меньше 50%. Там, вообще, по-моему, даже ниже 40% идет. Уже не помню, честно говоря. Надо будет посмотреть, освежить память. По Coca-Cola у нас прибавляет 1,9%. На той неделе она была в минусе. Сейчас немного в плюс вышла. Но, по-прежнему, пока две бумаги. В портфеле еще не докупал. По Pfizer это компания, которая тоже немного просела на 1%. Но, все равно, пока 18 тысяч стоит. Хотя, в моменте достигала даже 21 тысячи. Но, тем не менее, от локальных максимумов уже снизилась на 3 тысячи. По NLMK, наконец-то, компания перешла к росту. Стоит ли этому радоваться? Или, наоборот, как бы лучше коррекция будет? Но, как бы, каждый сам решает. Но, тем не менее, все равно, акция выросла. Уже за 1300 перешагнула. И 5% она в портфеле у меня прибавила. В принципе, у меня доля по NLMK одна из самых больших в данный момент в портфеле. Поэтому, ну, в целом, как-то вот так. То есть, у меня есть еще второй броксовский счет. Он открыт на мою супругу. Там мы создаем капитал для дочки. Там, разумеется, у меня тоже доля по NLMK пока самая большая. Но, в целом, я уже неоднократно говорю, что компания выплачивает одни из самых высоких и более-менее стабильных квартальных дивидендов на российском рынке. А металлурги при текущих ценах на металлопрокат тоже довольно-таки хорошо себя чувствуют. Зарабатывают много. Много государства с этим борются. То есть, ужесточаются различные налоги, вводят экспортные пошлины и так далее. То есть, пытаются снизить вот этот гляционные, так сказать, ожидания. И давят именно на металлургов. Но, в моменте они стоили вообще 1200, там, тенге с копейками. Сейчас уже больше 1300. Но, в целом, это, конечно же, идет к тому, что скоро будет уже отчет. Плюс объявление у дивидендов. И где-то, скорее всего, в декабре, по-моему, должны быть уже выплаты будут по дивидендам. Кстати, про детский портфель забыл упомянуть, что вот так выглядит обложка. Вы можете также посмотреть эти видео. Там я покупаю акции на 5000 каждую неделю. То есть, это такое регулярное инвестирование. Хоть я в основной портфель не покупаю, но в детский я регулярно постоянно пополняю на 5000. Там, в принципе, многие уже компании. То есть, я стараюсь усреднять такие доли, которые проседают. Поэтому, можете ознакомиться. По форту. Форт у нас прибавляет 15%. Форт опять перешел к сильному росту. То есть, акция уже почти на 1000 подорожала. Тенге, грубо говоря. От того, что стоила она где-то 5,5 раньше. Сейчас уже 6,400. Ну, там тоже были положительные новости. Про строительство двух заводов. Про электрокары. То, что они будут массово их выпускать уже в 2025, по-моему, году. Начнут на новых заводах уже выпускать. По их планам, разумеется. Как это будет, пока неизвестно. Но я все равно пока еще не решил окончательно, что делать. Поэтому пока что держу. Халыкбанк у нас плюс 1% прибавляет. Акция что-то, в принципе, немного стагнирует, можно сказать. В данном диапазоне где-то 180-183 тенге на данный момент торгуется. Ни выше, ни ниже не уходит. Но, в целом, мне бы, конечно, предпочтительнее, чтобы они немного упали. Чтобы я начал их докупать. Возможно, в ноябре я уже начну покупки. И буду докупать Халыкбанк. По Сбербанку у нас рост 25% по портфелю составил. Акции на данный момент торгуются по 2200. Был хороший отчет. Банк преодолел уже отметку почти 8 триллионов рублей стоит капитализация банка. Она уже превысила практически капитализацию многих европейских банков. Большинство. И, так сказать, можно лидер в этой отрасли. Банк, да, очень крупный. Плюс развивается. Ну и что самое интересное. Давайте посмотрим. Сейчас я вам покажу. Дивиденды. Так, сейчас Сбербанк. Вот, Сбербанк у нас так. У нас обыкновенные акции, непривилегированные. Поэтому выбираем их. То есть, то ли от прибыли. Вот, что нас интересует. Так, это прогноз. Следующие дивиденды. То есть, могут составить 20, почти 7 рублей на акцию. Это очень хорошая выплата будет. Даже при текущей цене это довольно-таки высокие дивиденды. Где-то в районе около 8% будет. Ну и сами понимаете, что Сбербанк, в принципе, как мы видим, он постоянно пытается наращивать. Да, бывают кризисные моменты, конечно, когда немного урезают. Но, тем не менее, последние несколько лет идет только на повышение. Но это все от того, что, видимо, Герман Греф правильно управляет банком. Соответственно, выручка и процентный доход и чистая прибыль растет. Соответственно, банк может позволить, чтобы выплачивать такие высокие дивиденды. Ну, я, конечно же, бы тоже докупал его. Ну, пока что я не делаю покупок. Но, тем не менее, эту позицию, я думаю, тоже надо будет набирать. Банк Америки у нас плюс 3,5% прибавляет. Я, как я говорю, у меня практически, кроме двух компаний, почти все компании пока прибавили. На этой неделе на фоне этого, как раз-таки, портфель вырос на 40 тысяч. Ну, Банк Америки растет. Если будут поднимать ключевую ставку, то, разумеется, банковский сектор от этого немного выиграет. Ну, конечно, будут некие потрясения на рынке. Но, тем не менее, именно акции банков, скорее всего, подрастут на фоне этого. По Freedom у нас плюс 2,5%. Акции уже больше 27 тысяч стоит, если в тенге, грубо говоря, ее покупать. Ну, пока что это акция роста. Ждем отчет. Если отчет опять будет хороший, то акция еще больше вырастет. Ну, в принципе, многие ждут цену в 100 долларов за одну бумагу. Но я все равно держу ее в своем портфеле. Не докупаю, но пока держу. То есть, сейчас цена очень, конечно, уже высокая. По сравнению с тем, которую я покупал. Но такие были изменения именно по Freedom 24. Теперь, что касается акции Gazprom. Я уже делал видео. Я уже говорил об этом, почему они растут. Все это на фоне того, что сейчас так сложилось, что нет никаких санкций. То есть, серый поток достроили. Его уже заполняют. Цены на газ растут. Цены на нефть растут. Конечно же, акции Gazprom будут тоже расти. И это мы с вами видим, что очень сильный рост за последние несколько недель буквально. Акции Gazprom обновили максимумы. Максимумы 2008 года. Я нашел график. Грубо говоря, вот Gazprom. Вот он график. То есть, вот он. 2006 год. Тогда акция стоила где-то в районе 220 рублей. Потом опять был резкий рост. В 2008 акции достигли пика. В 360 почти рублей. После чего последовал резкий обвал. То есть, это был кризис 2008 года. Но нас это не особо интересует. Нас интересует то, что происходило в 2009. В 2005 акции быстро откупили. Можно сказать, там за год. Но потом на протяжении 10 лет. Практически до 2019 года. Акция находилась в таком неком боковике. Практически 10 лет инвесторы ждали, пока акция перейдет к какому-то росту. Разумеется, Gazprom выплачивал дивиденды. Но в принципе это дивидендная бумага. Логично, что дивиденды люди все равно получали. За свои инвестиции. Но того, чтобы достичь вот этого роста. Акция выросла. И потом, когда в 2020 году она опять обвалилась. И пошел бешеный рост. Грубо говоря, где-то с ноября рост начался активный. И сейчас он продолжился. Обновил уже максимум. То есть, конечно же, сейчас при текущем положении. Gazprom чувствует себя очень уверенно на этом рынке. Поэтому, стоит его покупать или нет, решать конечно же вам. Тут надо расценивать так. То есть, если вы покупаете ее под дивиденды. То даже при текущей цене дивидендная доходность может составить от 7,5% до 13%. В зависимости от цены, по которой вы купите. Это 40 рублей. И если перерасчитывать так, грубо говоря, реальную стоимость акции при текущих дивидендах прогнозных. То акция может стоить все 570 рублей. Где-то 550-570 рублей. Это реальная ее стоимость. Должна быть при текущей выплате дивидендов. Поэтому, в принципе, потенциал роста бумаги, конечно же, еще есть. Но не стоит забывать о том, что если вы собираетесь туда вложиться максимально, чтобы получить какие-то хорошие дивиденды. То стоит помнить, что в любой момент может произойти вот такой обвал. То есть, грубо говоря, вот здесь она стоила в мае 2008-го 350 рублей. А уже в ноябре 2008-го года акция стоила 120 рублей. Поэтому не стоит вкладывать в одну компанию очень большие объемы. Покупайте различные компании по чуть-чуть. То есть, регулярно главное инвестировать. То есть, разбейте, например, вот вы хотите в месяц инвестировать 30 тысяч, например. Разбейте по 7500 на каждую неделю. И на каждую неделю покупайте какую-то компанию. То есть, потихоньку наращивая таким образом именно свой капитал. Поэтому я и говорю, что акции Газпрома сейчас, ну, как по мне, немного перекуплены. Учитывая, что я покупал многие акции всего по 1000 тенге, даже по 870 я покупал акции. То сейчас при цене в 2650 для меня это уже немного дороговато. Разумеется, да, как бы если газ пусть от Европы, возможно, цены на газ немного скорректируются. На фоне этого все равно Газпром, в принципе, останется в плюсе, потому что он будет поставлять. Газ-то все равно будет продавать. Даже если цены будут ниже, объем это все равно будет увеличиваться. Ну и как бы Газпром в любом случае находится в плюсе. Вот такие были, в принципе, мои наблюдения по Газпрому. Но в целом, как бы, тут рассматривать уже вам, надо вам это или не надо вам. Стоит ли добавлять свой портфель сейчас по такой цене или ждать еще чего-то. Возможно, ждать придется еще там 2-3 года, пока акция скорректируется. Ну, никто этого не знает. Поэтому смотрите, решайте. Что касается трейдернета. То на данный момент портфель практически там не хватило 500 тенге, да, до того, чтобы портфель показал новый рекорд в 1 миллион 400 тысяч. На данный момент чуть-чуть менее. То есть, свободный слеса здесь также без изменений. Тут были небольшие дивиденды. 59 центов пришло, грубо говоря. Так, ну вот, в принципе, да. Я, как говорил, здесь небольшие доллары у меня скопились уже. В целом, по трейдернету прибыль составляет уже 375 тысяч на данный момент. То есть, как видите, да, у меня уже вот 15 компаний. Это облигации микрофинансовой организации, сового. Кстати, они хотят получить лицензию, типа банковской лицензии, на то, чтобы выдавать кредитные карты. Ну, как бы, мне так кажется, что МФОшка решила развиваться, развивать свой бизнес и уже быть не просто микрофинансовой организацией, а уже стать таким полноценным банком. Ну, возможно, так и будет. Тем не менее, я пока держу их облигации по 19% годовых. Уже год прошел, то есть, 4 выплаты я уже получил. А теперь еще год будет, где-то 22 августа будет погашение. То есть, мне мои 100 тысяч, которые я дал в долг, этой компании вернутся. Даже они, в принципе, показывают пока прирост. И также вот фонд. Это фонд на казахстанские акции. То есть, сейчас он пока у меня в минусе находится. Ну, совсем небольшой уже минус, в принципе, немного отрастает, потому что индекс кассе тоже подрастает. В целом, видите, цена входа у меня довольно-таки низкая. Особенно по Газпрому у меня 1068 тенге средняя. Ну, и при текущей цене, сами видите, да, доходность, в принципе, большая. Так, по диаграмме все, в принципе, также без изменений. Потому что, ну, покупок особо не совершал. Единственное, Газпром подросла, доля немного. Сбербанка тоже немного выросла, доля, потому что акции выросли. Ну, и на ОМК по-прежнему занимает почти 15%. Что, конечно же, не есть хорошо. Ну, в целом, вот такие были изменения по портфелю. Если видео было вам интересным и полезным, можете поставить лайк, подписаться на канал и нажимайте на колокольчик. Ну, я желаю всем удачи и помните, что дорогу осилит идущий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok